Сначала маленькая, потом большая. И так три года подряд. Дырка в асфальте, которая с каждым разом увеличивается в размерах, не дает покоя жителям дома номер 110 по улице Рябикова. Мало того, что в нее проваливаются проезжающие мимо автомобили, так при обильных осадках вся вода стекает в отверстия. А оттуда в подвал первого подъезда, который за это время значительно просел. Примерно где-то две недели назад лопнул вод, холодной воды в подвал, флянец. В пятницу лопнул, пятница, суббота, воскресенье вода лилась в подвал. В понедельник сантехники пришли, он надел, болотники уже мало были, он надел скафандр, залез туда. Вода стояла метр, метр двадцать. Три дня вода лилась. До сих пор не выскала. И вот у нас крыльцо начало садиться. Проблема с коммуникациями и есть причина извечной дыры в асфальте. Водопровод, который проложен вдоль дома, не меняли последние 30 лет с момента сдачи в многоэтажке. Порывы, со слов жителей, случаются каждые два-три месяца. И снова появляется та самая дырка. Несколько дней она открыта, после ее засыпают щебнем. Камень так и лежит до ближайшего дождя, пока его не смоет или не осядет. А после истории повторяются снова. Итак, по кругу. 30 лет стоят одни и те же трубы. Там, наверное, хомут на хомуте и одни дыры. И вот пока этой полностью замены не будет, так оно и будет. И бесполезно сыпать сюда вот этот гравий. От вечных порывов и ям страдают первые два подъезда. В январе часть водопровода прорвало второго подъезда. Вода била фонтаном два дня и также ушла в подвал, уверяют жители. Участок скопали, трубу временно залатали. В асфальте появилась очередная дыра. Через 10 дней ее также засыпали щебнем. Щебенка завалили. Сказали, весна наступит, мы вам положим асфальт. И вот это все было провалено. Это ежедневно, это каждый год здесь провал идет. Каждый год вода текет. Прибивает что первый подъезд, что второй подъезд. Два метра трубы чуть дальше от подъезда все же заменили год назад. Но на этом участке и порывов было меньше всего. О проблеме знают многие. Активисты дома не раз обращались в районную городскую администрацию, профильное министерство, водоканал. Писали письма сами через депутата. У жителей претензий нет только к управляющей компании. Куда только не писали. Вот сейчас депутатский запрос тоже был. Обещали в 22-м году. Якова от Гвоздева пришло письмо. Сказали, что в 22-м году заменят. Эти там 100 метров что ли. Но потом отписка пришла от Мишина что ли, от кого. Что будет в 23-й, запланирован на 23-24 год. В последнем письме, по информации городской администрации, внутридворовая водопроводная сеть из чугуна диаметром 10 сантиметров, находится в удовлетворительном состоянии. В 2023 году запланирован ремонт придомовой территории. Нарябиково-110 заменит асфальт, бордюр и освещение. Жители переживают. Ремонт сделают, а дыры никуда не денутся. Ведь трубу починить не успеют. И водопровод потечет вновь. В последнее время, так сказать, в администрации введена такая практика. То есть все объекты благоустройства, улицы, когда укладывают асфальт, перед этим меняются подземные инженерные коммуникации. Чтобы затем не пришлось его, так сказать, новый асфальт скрывать. Перед тем, как двор будет благоустроен, однозначно сети поменяются. А пока, кажется, с дыркой щебнем придется смириться. У жителей дома есть еще одна проблема – отсутствие ливневки, которая, по словам местных, была до середины 90-х у шестого подъезда. А со строительством школы ее закатали в асфальт. Но это уже совсем другая история. Ринат Алиулова, Сергей Кудаков, Герман Баранов, Уллправда ТВ.